Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали. Начинаем крутить фарш. Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз, следует из расчётов РИА Новости по данным Евростата. Европейские компании в сентябре купили у России газа на 1,4 миллиарда евро. Примерно 40% в поставках приходится на жижный природный газ, а 60% на трубопроводный. Такой скачок в экспорте позволил России стать главным поставщиком голубого топлива в ЕС по итогам сентября с долей в 23,74% против августовских 16,54%. Это произошло впервые с мая 2022 года, когда на импорт из России приходилось 22,9%. На втором месте оказался уступивший лидерство Алжир. Объём поставок из этой страны сократился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,1 миллиарда евро. США за сентябрь нарастили продажи на 21%, до 990,2 миллиона евро, поднявшись на третье место с пятого. Норвегия остаётся четвёртой, отгружаемые объёмы выросли на 7%, до 975 миллионов евро. А вот Великобритания, которая ещё в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой с 429,2 миллиона евро. Страны ЕС в выпущенной весной 2022 года плане Are Power EU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. С тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения. Доля СПГ выросла с примерно трети до 40%, а трубопроводного снизилась с 70% до 60%. А тем временем в Абхазии продолжаются митинги. Применение силы к протестующим в Абхазии было бы крайней мерой, которую нельзя исправить, заявил экс-президент республики Аслан Бжания. Это крайняя мера. Применение силы – это крайний шаг, который нельзя отменить. Например, пролитие крови. Это же невозможно исправить. Сейчас ситуацию удалось отыграть назад, сказал он в ответ на соответствующий вопрос. По словам Бжания, организаторы протестов говорят, что заботятся о народе Абхазии, но впереди выборы, на которых народ выскажет свою точку зрения, и все станет ясно. Этот путь более длительный, требует терпения и холодного расчета, но он вернее, заключил экс-президент. Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов. Главой правительства назначили Валерия Бганбу. Протесты в Сухуми начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которая предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. А тем временем оказалось, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, заявил представитель стратегического командования американского министерства обороны контр-адмирал Томас Бьюкинен. «Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы, конечно, не хотели бы проводить обмен ударами, не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований CSIS. Его деятельность признана нежелательной на территории России, в Вашингтоне, комментируя возможное применение ядерного оружия. Представитель стратегического командования подчеркнул, что США не хотели бы оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами. По словам Бьюкинена, наиболее приемлемыми условиями он считает те, при которых США продолжат лидировать в мире, что означает сохранение резерва стратегических вооружений. «Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать», — добавил контр-адмирал. А тем временем Меркель опубликовала мемуары и рассказала про один секрет Путина, что характерно, Путин никогда из этого тайны не делал. Сейчас обо всем расскажем, а пока... Тюменский бренд электроники Кейсгуру снова разносит рынок полезными подарками. К Новому году тюменцы представили линейку ирригаторов «Аллигатор». Разработка ирригаторов-аллигаторов Кейсгуру основана на рекомендациях стоматологов и ВОЗ. А еще тюменцы подключили к процессу искусственный интеллект. Тюменские ирригаторы-аллигаторы очищают все то, с чем не справится обычная зубная щетка и полоскание. Зубы, брекеты, мосты, коронки, парадонтальные карманы и язык. Корпуса ирригаторов Кейсгуру сделаны из пластика, который используется в конструкциях легких батискафов. Он рассчитан на десятилетие контакта с водой. Не ломается, не пропускает влагу. Топовый подарок под елочку. Ирригатор-аллигатор-с, размером со смартфон и мощностью стационарного. Работает два месяца без зарядки при ежедневном использовании. Удобно брать в кафе и поездки. Ирригатор-аллигатор-м держит заряд 3 месяца при ежедневном использовании. Удобно заполнять водой. Эффективно очистить брекеты за пару минут. Насадка ирригатора L с четырьмя видами щетинок эффективно очищает межзубные щели. Предотвращает кариес. С ирригатором легко поддерживать чистоту во рту. А стоит аппарат меньше лечения одного зуба. Сканируйте QR-код или переходите в описание. Там ссылка на ирригаторы-аллигаторы по разумной цене. Промокод M2411 на скидку до 500 рублей. А мы продолжаем. Владимир Путин оказал впечатление на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, как человек, который хотел серьезного отношения к себе. Об этом она написала в своих мемуарах, выдержки из которых опубликовал еженедельник Цайт. «Я воспринимала Путина как человека, который не хотел, чтобы к нему относились неуважительно», — приводит выдержки из мемуаров Reuters. По мнению Меркель, такая позиция Путина была вызвана тем, что Россия никогда не исчезала с карты мира. Книга Ангела Меркель под названием «Свобода. Воспоминания 1954-2021» поступит в продажу 26 ноября в более чем 30 странах. К тому же бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала о встрече с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2017 году, пишет ТАСС. По словам Меркель, Трамп был очарован российским президентом Владимиром Путином, о котором он задавал многочисленные вопросы. Экс-канцлер также заметил интерес Трампа к ее восточно-германскому происхождению. Меркель описала различия в подходах к обсуждаемым темам. «Мы говорили на разных уровнях, Трампа на эмоциональном, я опиралась на факты. После встречи у нее осталось нехорошее ощущение, так как она не увидела возможности для успешного сотрудничества ради общемирового развития». А тем временем изоляция Путина с каждым днем так крепнет и расширяется, что Америка уже просто рыдает на эту тему. На фоне постоянных, громких и шумных государственных визитов лидеров крупнейших стран друг к другу говорить об изоляции могут только очень упертые люди. Но американцы как раз такие. Они же не могут просто взять и сказать «Мы пытались запретить всему миру общаться с Путиным, но у нас не получилось». Нет, так нельзя. Надо притворяться гегемоном, даже если это выглядит предельно жалко. То у них си и моди на перегонки несутся в Москву к изолированному Путину, а то самого Путина принимают самым помпезным образом, причем так, что потом стыдно становится писать, как принимали европейских лидеров. А теперь, как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Готовящийся визит российского президента Владимира Путина в Индию – еще один признак того, что усилия США по его изоляции провалились, пишет Блумберг. О подготовке такого визита Кремль сообщил накануне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки и план поездки пока не определены, но она состоится скоро, очень скоро. После двух визитов премьер-министра Моди в Россию теперь у нас есть визит президента Путина в Индию. «Мы придаем очень большое значение этим контактам», – сказал он Блумберг. «Давайте начнем по порядку. А где ритуальные слезы про пресловутый ордер мус, который американские марионетки выписали на Путина, но все никак не могут выписать на президента Израиля? Эти неловкие моменты мы уже просто обходим стороной, потому что даже как-то писать неловко, что настоящие страны, у которых есть суверенитет, даже никогда и не вступали в этот самый мус. А в Монголии, напомним, решили не ходить вокруг да около и сказали прямо и без обиняков. Об этом в красочных выражениях и размазывая слезы по лицу, написало издание «Политико». Президент России в сентябре посетил Монголию, которая признает юрисдикцию мус, после чего Улан-Батор подвергся критике, а Международный уголовный суд решил применить к стране наказание. «В Монголии объяснили отказ арестовать Путина энергетической зависимостью и политикой нейтралитета», — сообщало издание со ссылкой на представителя правительства страны. Проще говоря, да, мол, мы вступили в МУС, но лучше мы поссоримся с МУС, чем с Путиным, и точка. И Запад утерся. И больше эту тему даже не поднимают. Что же касается поездки нашего президента в Индию, то это живой памятник неудач США по введению санкций в целом. Именно благодаря Индии, и лишь во вторую очередь Китаю, Россия не просто продолжила торговать нефтью, а продолжила без особых потерь, потому что вся недолгая эпоха дисконтов закончилась еще прошлым летом. Ни западные санкции, ни потолок нефти так и не заработали. Характерно то, что фразу про потолок нефти вы теперь не услышите от американских СМИ, приказано забыть. Ведь это история о том, как облажался не просто великий гегемон, но и сам товарищ Байден лично. Ведь сколько он бегал, сколько он на эту тему говорил и выступал. На зубах у всего мира навяз его потолок. И вдруг тишина. Послушная пресса все забыла, покорно уже не вспоминает при каждой встрече, что же там про 60 долларов-то. Потому что российская нефть идет под 80, как и общемировая. И никаких проблем с доходами российский бюджет не испытывает. Поэтому Блумберг только и остается, что ныть про изоляцию, вспоминать остальные темы, это для них еще хуже. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.